Девушки отдыхают Это служило напоминанием, каким сильным должен стать я. Для подавляющего числа обывателей, которые привыкли коротать свой век у телевизоров, или в лучшем случае за книгой, что реже, стиль жизни Дмитрия Шпиленко не совсем адекватный. То есть его считают человеком не совсем, не вполне нормальным. Ну, как конюхал того же, да? Ну, какой нормальный человек, скажет обыватель тот самый, да, сидя на диванчике, попивая чаёк, какой человек будет тратить своё время на то, чтобы отправляться на Камчатку раз за разом? Вас как угораздило связать свою не только творческую жизнь, но и вообще жизнь с этим человеком? Как он вас заразил? Я ведь читал, что вы там в библиотеке просиживали, да, дни. А потом вдруг раз, и Камчатка, и вы там чуть не тонете, и вас уносит течением в океан. И все эти опасности, которые подстерегают на каждом шагу, мне бы хотелось узнать. Да, это правда, что совсем моя жизнь была не похожа на ту жизнь, которую вёл Дмитрий, и теперь мы ведём эту жизнь с ним вместе. Но так получилось, что в тот момент, когда это не Дмитрий меня нашёл, а я его нашла, и этот проект, потому что у меня возникла в тот самый мой период жизни душевная потребность изменить свою жизнь кардинально. Это здорово. Я работала в Университете правительства Москвы, я историк по образованию, и в какой-то момент я поняла, что вся моя жизнь и походы на работу каждый день, вот эта так называемая нормальная жизнь... Это рутина. Да, это рутина, и для меня она стала так называемой нормальной жизнью. Запрос был больше. То есть я в какой-то момент поняла, что моя рутина ничего не даёт никому, и мне тоже. Моя жизнь не меняет мир к лучшему, и мой мир тоже. И мой мир начинает проседать в духовном каком-то смысле. Съёживаться. Съёживаться, да. С шагреневой кожей. И через общего знакомого, через общую знакомую, точнее, я предложила Дмитрию помощь, просто помощь. Я сказала, что я, конечно, живу в Москве и работаю, и я не могу поехать ни в коем случае, это не для меня вообще. Посмотрите на меня, где я, где Камчатка, я же не могу поехать, но я могу заниматься какой-то работой из города и помогать. И вот так началось. Но как вы так вот органично вплелись в эту самую Камчатку? Как вы себя там ощущаете? Комфортно ли это для вас? Конечно, нет. Это не комфортно, это ужасно тяжело. В первую экспедицию, когда мы забросились в марте 2020 года, неделю я помучилась со своими волосами, которые были длиннее, чем сейчас. А потом? Я их побрила, просто побрила, потому что там мыться тяжело, очень холодно зимой, потом наступает лето, и там новая проблема, которая сложнее, чем холод, там нерест начинается, и вся река устлана просто, ну, уже отнерестившаяся рыба, и она разлагается, и тяжело мыться, вот, старались этого не делать. И кипятили воды, чтобы умываться, чистить зубы, чтобы просто оставаться здоровыми, вот, конечно, тяжело. Вот это экстрим, вот это, друзья мои, экстрим называется. Да, и когда тысяча рыб разлагается в одно и то же время, это смрад стоит чудовищный, и самое сложное, это пить воду оттуда. Мыться приходится этой водой, а воду для питья мы привозим, приносим там за много километров из маленьких ручейков, из луж, где можно в болоте набираем, потому что в болоте вода и то чище и пригоднее, чем просто пить трупные яды. Потрясающе. Дмитрий, вот смотрите, у нас как ни встреча, то посвящение какому-то вашему фильму, проекту. Первый раз мы записывали большую часовую программу «Все, что было», и как раз это была дата выхода вашего фильма о «Медведях». Следующая наша встреча в рамках программы «Уже смотрите, кто пришел». И мы там рассказывали, я эти все фильмы смотрел на большом экране, потому что их можно смотреть только на большом экране. Второй был фильм «Нерка, рыба красная». Тоже роскошный совершенно фильм, и, конечно, на большом экране, когда это очень впечатляет. Сейчас мы встречаемся по поводу огненного лиса. Я думаю, что следующая встреча будет по поводу фильма, посвященного... Еще рано об этом говорить, но на самом деле на Камчатке остался у нас незавершенный такой важный момент. Это «Медведи», потому что за время работы в оперативной группе за 5-6 лет мы исходили южнокамчатские заказники с определенной территорией вдоль и поперек. И сейчас прямо во снах, во сне и наяву вот эти локации красивые и понимание, как можно сделать это на высочайшем уровне. Потому что на «Медведях» не было бюджета, не было организации, не было возможности даже куда-то выбраться, а на себе тяжелую технику не унести. Тем более нужны генераторы, нужно очень много чего. А вот эти локации, они преследуют. Поэтому как бы закрыть хотелось Камчатку. Ну и следующий, это, скорее всего, фильм будет после Камчатки «Русский бесец». «Фильм о бесцах», да, может быть, на острове Эрангеля, может быть, в Коряки. О, как здорово. Здорово. Хорошо. Тем не менее, хотя и сказали бы, что достаточно бюджетным стал проект о «Медведях», но тем не менее, уже следующий, там куча международных наград получена была, если не ошибаюсь, да? Да, более 80. Да, более 80 наград. Да, и многие награды, они стали таким прецедентом российского кино. Мы соревновались с BBC, мы соревновались с National Geographic. И, допустим, на Green Screen, это один из самых уважаемых в мире фестивалей, в Германии проходит, там мы занимали первые места тоже. А отснято же несколько сот тысяч, как правило, часов. Не жалко вот это вот все, потом из этого все сжимать, сжимать, сжимать и превращать все это в час-пятнадцать, час-двадцать хронометраж фильма? А это же можно было сделать целый сериал? Ну, вы знаете, здесь все-таки история, ну, надо смириться с этим. Самое сложное, конечно, даже больше не это, а больше то, что не получилось снять, когда там закончилась батарея. Допустим, у нас на этом фильме было много таких интересных событий, когда медведь вот преследовал лису, а главный герой бежал, он тогда был очень трусливый, в самом начале фильма. Это на третий год он только стал там королем тундры, а до этого он был такой очень жалкий и боялся свои тени. Вот, он убежал, а лиса осталась. И вот эта вот ситуация, когда медведь вышел над обрывщиком, обрывщик небольшой, он прям возвышается над лисой, лиса прям под ним, там, несколько сантиметров. И на него вот так смотрит. И медведь испугался от лисы. И в этот момент у меня закончилась батарея. И вот таких историй, их можно рассказывать, наверное, там, сотни. Дмитрию мало тысячи часов. Да, они очень сильно травмируют. И вы знаете, у нас, да, потребность, если бы мы снимали научпоп, мы бы ограничились, я думаю, что там, шестью, семью месяцами. Потому что очень просто связать, очень просто рассказать. Вот, что, почему это не научпоп, я и хотел задать этот вопрос Ане. Анна, вы как сценарист, да, по идее, вот, и вы позиционируете фильм «Огненный лис», это не научпоп-фильм, это не документальный фильм, это скорее фильм художественный. Ну, в общем, есть такое понятие художественно-документальный, да, но скорее так, потому что у вас герой, то бишь ветер, лисенок, он разговаривает, разговаривает лава, они все общаются между собой. Я такое практически не встречал. Я хотел у вас спросить, был такой фильм, прекрасный, на мой взгляд, фильм, знаменитого режиссера, он номинировался на «Оскар» Жан-Жак Ано, французского режиссера, фильм назывался «Медведь». И там, там практически не было вообще ни одного слова, но, тем не менее, там был сюжет, там присутствовал, периодически появлялся какой-то человек в кадре. Нет, нет. Пожалуйста, я прошу тебя. Уходи. Вот вы не думали вообще обойтись без речи главных героев, или это было бы не совсем понятно? Был опыт уже у «Медведей Камчатки», не совсем положительный опыт, когда первая версия фильма вышла без текста. И это было скучно, и никто не хотел брать этот фильм, и поэтому, не знаю, мы думали, первая идея была, что, возможно, с лисами, насколько они более экспрессивны, чем у «Медведей», получится сделать без текста, но нет, так не вышло. И я, как человек, которому пришлось написать сценарий, я себя только так могу определить, потому что у нас было много попыток обратиться к профессиональным сценаристам, кто бы написал сценарий для этого фильма, для этого материала, который мы собрали. Но это очень тяжело, и мы привлекали людей, и никто с этой задачей не справился. Даже титулованные люди, имея там множество призов, они прямо, ну, как бы вначале брались эмоционально очень брались, а потом разводили руки с тем, что эта ситуация оказывалась не для них, потому что здесь надо выживаться, надо грызаться. Тут надо вариться в этом категории. Это не взять, и у людей начиналась депрессия, и они говорили, что мы не знаем. Опускались руки, и всё. А поскольку я была с Дмитрием каждый день на съёмках, и я знаю материал вот от первой секунды до последней, и мы вместе его снимали. Я стояла рядом. Где-то я сама кнопку нажимала, когда это приходилось делать. И я знаю материал хорошо. И получилось, что мне пришлось сложить сценарий с того материала со знанием, что мы можем сложить, что у нас в распоряжении есть. И я бы сказала, я бы определяла жанр этого фильма как, в первую очередь, документальный, конечно, потому что это реальная история. Просто мы выстраиваем её так, чтобы это было интересно зрителю. и семейный, приключенческий фильм. Конечно. Художественный, да, но и документальный является художественным жанром. Всё-таки художественный, игровой, ну, мы уже не игровой, но художественный, документальный, семейный. Ну, конечно, это не белый клык. Да, это не белый клык. Что, если сопоставить, что такое игровые фильмы, это где профессионально актёры играют какую-то историю. Нам повезло, что у нас даже выше, чем игровой фильм получился. Почему? Потому что они настолько не играют. Они живут эту историю и живут. Вот мы попадали на самые драматичные моменты. Мы использовали огромное количество фотоловушек. Ну, каждый из нас знает, насколько эмоциональны кошечки, собаки. А представьте ситуацию, когда дикие животные не нашими условностями, что значит собачка, она в каких-то скриптах, алгоритмах очень жёстких, человеческих. Что там ограничения, там ограничения. А здесь животное, которое каждую секунду находится в экстремальнейших условиях. То есть, она и хищник, и жертва. И плюс, она должна каждую секунду выбирать какие-то решения принимать. И решения очень непростые. И у лис так больше это развито, чем у людей. То есть, мы вначале первый год приехали, свысока на них смотрели. Второй год уже на равных. А третий год, когда мы увидели, насколько у них разные характеры, насколько много разных типажей, насколько много разных проявлений и любви, и ненависти, и депрессии каких-то, эмоциональных качелей. И радости. То есть, они проявляли свой характер и раскрывали характер. То есть, это потрясающая актёрская игра. Я хочу подвести к тому, которую ни одна звезда наша не сможет из себя выжить. И получается, это даже нечто иное. То есть, это нельзя назвать, не определись. Недаром хороших актёров всегда говорят, ну, просто как-то по-завериному играет. Вот смотрите, Дмитрий, мы с вами, когда беседовали о медведях несколько лет назад, вы рассказывали о том, насколько они коварны бывают. Рассказывали, по-моему, про японца какого-то, который расслабился и был просто съеден. Что касается лис. Что мы знаем про лис вообще? Вы говорите, что смотрели сначала на них свысока. Что мы знаем про лис? Лиса Патрикеевна из русских народных сказок. Ещё мой любимый анекдот, когда волк с лисой и медведем садятся играть в карты, и волк говорит, ну, если только кто будет обманывать, того сразу рыжей мордой об стол. Что ещё? Насколько лисы, они, вот, вроде бы, смотришь на них и умиляешься. Ми-ми-ми, какой лисёнок, да? Они коварны. Ну, вот, хорошо очень Борис Захадыр ответил на этот вопрос, что мы знаем о лисе, ничего, и то не все. И вот как раз на этом мы всегда себя ловили, на этих вот ощущениях. Во-первых, у лис там есть примерные семьянины, да, вот, которые прям, есть негодяи, у которых там две-три, то есть гаремы есть. И вот мы наблюдали примерную семью, где взрослый лис кормил лисят, кормил лису, и лиса находилась там чуть ли не в пищевой комнате, постоянно, потому что он хороший добытчик, он жил на Лимане, и у других всё наоборот. То есть лис там с одной лисой, со второй, с третьей, и куда-то пропал. Всё как у людей. Лисы, да, чтобы как-то выжить, объединили детский садик, потому что там нужно дальше отходить от норы, успешно охотиться, приносить. И как только у них жизнь наладилась, появился этот лис, они разорвали все отношения, разошлись, и лис тут же пропал. Потрясающе. Таких историй там невероятных, просто потрясающих. То есть они интереснее даже, чем люди, и настолько разное проявление, что нельзя назвать какие-то шаблоны у них, как у собачек или как у кошечек. Это восхитительный мир. А по хитрости, да, хитрость – это единственное, что выживает даже, скорее всего, ум. Их выживать в этих потрясающих условиях, потому что на них охотятся медведи, рыси, на них охотятся орланы, беркуты. То есть у них огромное количество врагов, и выживать среди них, тем более у них территориальные еще споры, потому что удержать хорошую территорию всегда сложно. И на хорошую территорию в кормовом плане. Тут нужна хитрость, конечно. Да, 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 претендуют другие. И то есть как это все разрулить, как воспитать детей, как… Ну, у нас история еще интереснее, там мы… Ну, получилось наблюдать вот именно взаимоотношения с медведем у лисы. И это очень много снято в одном кабеле. Не спойлерите. Да. Так вот, насчет спойлерства. Значит, мы вот посмотрели на протяжении нашей беседы несколько фрагментов из трейлера «Охота на лис». Я знаю, что премьера перенесена. Из-за того, что… Ну, в общем, столкнулись интересы двух фильмов. И фильм Алексея Учителя, который называется, если не ошибаюсь, «Летучий корабль», да? Вот, он сначала выйдет, а ваш выйдет, чуть сдвинулась, премьера на май. На май. То есть именно в май будет российская премьера. Да, 18 мая. Ну, не совсем премьера. Премьера может быть и на Московском кинофестивале, а прокат начнется. Кинотеатральная премьера 18 мая, да. Планируете ли вы появиться у нас в Брянске перед премьерой и пару слов сказать? Во время проката, я думаю, что мы обязательно появимся и обсудим, покажем какие-то, что, как за кадром проходило, какие-то интересные моменты, вкусные. Хорошо. Есть интрига. Мы не знаем, о чем фильм. Мы знаем только, что там ветер и лава. А какие там уж треволнения, это все нужно смотреть. Смотрите, я вам еще раз повторюсь, на большом экране. Дорогие друзья, спасибо вам огромное за вот этот подарок, я его покажу. Ну, это же вообще восторг полный. Это же вот книга, это просто настольный. И вся состоит из фотографий, да каких роскошных. Это просто только любоваться и любоваться. Спасибо вам огромное. Я рад за вас, что вы нашли друг друга, потому что это не так часто бывает, когда люди и работают вместе, и находятся на одной волне. Это просто прекрасно. И я вам от всей души, конечно же, желаю хорошего, забойного фильма про песца. Спасибо. Всего доброго. У нас в гостях были Анна и Дмитрий Шперенок. Это была программа «Смотрите, кто пришел». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова